Все началось с этого видео. Друзья назвали Алексея в гости, соблазняя красивой природой, удачной рыбалкой и излишествами всякими. Долго не думая, наш десант рванул на север, кто по воздуху, ну а кто на четырех колесах, которые везли скарпы с Настей всей экспедиции. В Астрахани мы уже были и это была незабываемая рыбалка. В Карелии тоже, хоть с погодой нам и не повезло, но рыболовная звезда определенно светила очень ярко. Осталось еще одно место на карте, не изученный нами Кольский полуостров. Да, именно рыбалка на Кольском была мечтой последнего времени и вот мы едем к ней. Кто путешествовал на автомобиле по этому маршруту, согласится с нами, что первая половина дороги, конечно, скучная. А когда вы углубляетесь в Карелию, красоты открываются все краше и краше с каждым километром. Ближе к Мурманску мы просто ехали в стране рек и озер, недоумевая, как же здесь осталось место для дорожного покрытия. Спустя сутки мы уже были на месте, где хозяева нас встречали со всей широкой душой гостеприимного северного края. Ну, а мы сходу начали подготовку к рыбалке. Катастрофка. У меня дед с ведра в бутылку наливал, блин, с метром. Из чего он лил, интересно. Клюковка. А, это клюковка еще? Настойки на клюковке. Нет, лодка. Погода по приезду была просто классная. Светило солнце и было тепло. Природа покоряла своей красотой. Забегая вперед, следует отметить, это был последний погожий день. Дальше нас ждали дожди, туманы, постоянная сырость. Ты? Прибаутка. Видишь, аж морды такие. Не по весу-то, блин, такие. Да. Двушка, да, да. Ну, ты тоже хорошая. Вова? Всё, окажись. Горбушка. Чечня плохо. Свежая. А щупу где взяли? Да нет, щупу. А, тут еще одинаковые. Собрав снасти, мы приступили к рыбалке. Пробежка с удочками в доречке результатов нам не принесла. Зато дала начальный опыт на воде, показала перспективные места для будущего лова. Вечерело. Мы стали подтягиваться к яме, где, по нашим сведениям, должен начаться долгожданный клев. Вот такой наш первый день рыбалки в Мурманске. Попался даже вот такой веган. А так на подкоптить хватит. Ну и курочка наверняка там есть. Показали, как, смотрите, подготавливать икру, горбушину. Вот сейчас первый раз буду пробовать делать. Надеюсь, получится все. Во всем этом деле есть один минус. Комары надоедают. Ну извините, на севере. Да, больше не цепляется. Теперь промывать. Неплохо бы для таких вещей вилочку иметь. Фу, еще бы комары не кусали. Вообще замечательно было бы. Где голода моют в горах, бродяга нужду проклиная, тащился с икрою в руках. Миш, да хватит, так слопаем. Да я не сомневаюсь даже. Ну хочется в первый раз идеально сделать. Чем идеально сделаешь первый раз, тем больше претензий будет за второй. Не сомневаюсь, так обычно и происходит. Ну все, пошли солить. Ну еще надо, счастье, друскачок прокинуть все это и солить. Ну чтоб я так уже икру ложками, самогонку ведрами. Ну вот мы всю влагу лишнюю удалили. Сейчас будем солить. Приступаем к финальной стадии. Ой, даже не знаю сколько соли надо. Будем пробовать по ходу. Этого явно мало. Ложку где-то? Не, не надо ложку. Ну как не надо, ложку много я думаю. Это вообще ты не посолил. Сейчас еще закинем. Еще посолим чуть-чуть. Есть? Перестараться тоже не надо. Соль-то крупная. Смотри, как экран на глазах из бледной превращается в красную. Вкусно. Вкусно, да. Вкусно, да. Я пошел. Ты не беги, не беги. Алло, стой, стой, стой. Икру, икру верни. Вот так, граждане, выглядит местный рэкет. Пошел парень с мясом и все отобрал. Ну не все, немножко оставил для этого. Я попробовал. Надежда хочет. С горкой еще попроси. Фасоль по-домашнему с грибами. Пиканта. Первая рыба, первое мясо, первая икра. Мы даже не заметили как портилась погода. Нам было весело и абсолютно все равно на нее. Пару дней мы сидели на одном месте. Ловилось хорошо. Горбуша так и прыгала на крючок. А ее вываживание через прибрежные камни доставало истинное удовольствие. Но пришло время ознакомиться и с дальними уголками этой реки. Подписывайтесь на наш канал. вот странная природа вроде как лес идешь не жарко хорошо слева речка разве не красота единственный минус стоит только остановиться и все такое ощущение будет что на вас высыпали ведро комаров с мошкой а пока идешь то вроде ничего поэтому если хотите грамотной рыбалки идите не останавливайтесь ну вот я уже пришел тут хорошенькое место перекатики но а наши уже здесь не знаю видно будет вам вот как раз под этой струей и будем ловить основные два добычи 2 михаила у них то там хорошо клюет это моё домашнее животное выгуливаю периодически рыбка с икрой плотненькая толстенькая и и и Супер! Ну что, готово? Вот первая моя проба сейчас будет этой рыбки с этой речкой. Проба пера. Густо. Очень. Оливковое масло. Да, Волочь, рыбка не красная, но попробуем, а вдруг вкусная окажется. Ну да, в конце концов, каша из топора бывает. И в холодильниче. Какая рыбка. Красивая копченая горбуша. Солнышко играет. Копченую я еще не пробовал. Однако, приятного вам аппетита. Это вторая песня, вернее, одна и та же на второй день. на второй день. Оливковое масло. Поехали. На второй день. Где перспективное место для ловли? А вот залезаем сюда, пошли туда, пошли туда, нормально, чтобы залезли и пошли туда. Продолжение следует... Вот и муха подоспела. Посмотрели, у нас тут полным ходом картошечка с креветочками уже варится. Бульон у нас наварен на луке, головах, хвостах и пушистом перце. Там этого уже нет, все уже слито, все уже убрано. Сейчас мы производим закладочку рыбы, филе рыбы. Вот так, филюшечка пошла. Теперь мы ждем, пока оно закипит, и потом еще добавим сливок. Сейчас я перчик еще даю. Душистенько, не душистенько. Ну ладно. Ну, по помощи нашей сапарчаевы, да? Такой-такой-такой. Ну, это все, вот, пакетик вот такой вот, взрывает, посыпает. Все, накрываем. Волшебное слово. На здоровье. Смотрим, что у нас тут такое. Опа, у нас уже практически все готово. Заливаем аккуратно сливочки. Так, один немаловажный ингредиент, тертый сыр. Тертый сыр у нас растворяется и придает плотность в ухе. Как вы видите, сыра уже нет. Сыр ушел куда-то. А вкус я вам не передам, потому что приедете и сожрете все. На данный момент имеем вот эту штуковину. Теперь посмотреть, что там у нас. А вдруг у нас там еще нет? Нет, что-то есть. Так, давайте тарелочки подставляйте. Лёхи не сделаю. Давай, Лёхи. Лёхи у нас нет, что-то за столом нигде. Ну, а ведь ему все равно стоит. Аккуратно. Самый цемент. Так, это еще Витя, 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 Витя. Блаженство. А какое блаженство, а какое блаженство. Значит, и я совершенство. Никому не рассказывать. Отлично вообще. Замечательно. Сок березовый. Самогон навалит. И Родина щедро Поила меня Березовым соком Березовым соком Уже изо рта парит, смотри. Эта ухая парит изо рта уже. С желудка парит, кипяток еще. Повару Зачет. Двойной. Все, пропитываться ему минут пять максимум. А съедается это За три минуты минимум. Первая партия у нас уже Прожарилась. Уже вторая партия переворачивается. Рыбка нежная. Прожаривать ему ее, Пережаривать мы ее не будем. Это между делом икру прячет. Вот. И нету. И нету икры. Так. И еще креветочками сверху. Не брежно так двухлитровочку. Бляус. Икра не влезает уже. А тухи такая, знаешь, такая. Черпанули так это. Половничком. Та-та-ра-ра-ра-та-тарам. Тра-та-ра-ра-ра-та-тарам. У-у-у. Та-та-та-та-ра-ра-ра. Балаповар. О-о. Культурно отдыхать умеем. Да. Пастанада. 29 литра. Как? Ничего? Пастанада. Как дома побывал. Ну это зубы. Блин. Не было костей целых закинул. Кальций полезен. Кальций puedan. КАКЕР. КАКЕР. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!